Проезжая мимо, не могла не завернуть к развалинам Медынской мельницы. Вот эта мельница у меня знакома с детства. Вообще здесь часто всегда отдыхают люди, ловят рыбу. Ну, во всяком случае, так было. Но, судя по следам, и не поменялось. Здесь, на том берегу, находится деревня Медынский. Там дом моего прадеда. Вот там, на углу леса, когда-то был магазин. И из деревни Медынский летом люди приходили вброд. Сейчас, конечно, воды, я думаю, тут достаточно. А летом здесь реально можно перейти. И воды по колено. Сама переходила, знаю. Ну, может быть, где-то там поглубже. Но, все-таки. Такие заросли тут какие. Какой-то травы цветущей. Выглядит красиво. И шмеликом есть где полетать. Вот здесь когда-то был мост. Моста я, конечно, не помню. В мое детство здесь так и стояли вот эти пустые опоры. Может быть, только камней было больше. Вот сейчас смотришь, что больше они стали разрушаться со временем. И вот здесь, ниже опор, можно было всегда пройти. Ну что, какие-то свинки тут отдыхали, судя по всему. Как жалко. Время не щадит. Ничего. Вот осыпалась какая-то стена, мельница. Ну, уже не опасно. Уже упало то, что должно было упасть. А так, мельница была тоже в свое время немаленькая. Даже оконный проем сохранился. Рама деревянная. Жерновов не вижу. Ну что, потихоньку разрушается. Ладно. Пойду назад, пока не упала. Никуда. Огородили. Было объявление, что продают ее. Ну, не знаю, кому это надо. Любителям старины законсервировать эти развалины. Хотя сейчас так делают, да? Потому что же развалины. Интересно посмотреть кому-то. Например, мне. Такой живописный тут берег. Столик. Это столик получается. Камень. На нем, видимо, любят птички отдыхать. Было у меня с сыном один раз приключение. Мы с Орницан плыли на лодке по реке Малта. Это еще, я вам скажу, то приключение. Всякие островки, узкие протоки. Упавшие деревья. Вообще это все сложно. Но интересно. Цепь висит. Интересно, для чего. Вот с этого окла живописный вид. Жалко, освещение сегодня подкачало. Все идет к дождю. Потемнело уже. Один момент даже упало несколько капель. Вот. Ну, тут, наверное, какой-то подвал, может быть, был. Вот этой мельницы. Тут вообще речка была богата на мельнице. Какое тут расстояние? По реке, конечно, кажется, и долго. Но тут было три мельницы. Орницаны, Брикули и Медынские. Конечно, самые развалины такие. И, кстати, такие интересные. Это Медынские мельницы. Там еще лаз куда-то. Ну что, поеду дальше. Ничего себе, даже отбойники поставили. В такой деревне, как здесь. Удивило. Такие заезды сделано. О, здесь что-то интересное. Мое детство прошло в этих местах. И меня очень удивило, когда уже потом здесь поставили вот такой как бы памятный знак. Конечно, тогда местной историей я как бы не особо интересовалась. И вот как-то смотрю, приезжаю, а тут вот такой знак. Мать Латгалия. Утри слезу за павших. Блин, а вот дальше как-то движение. Ладно, переводить не буду. Звучит это так. Претости, ибо скусты, ибо сдал, ибнеяки амрезык на саприньки. Как бы платежски я понимаю, перевести дословно не могу. Около этого дуба тайно собирались те, кто не подчинялся коммунистической власти 1945-1947 года. Не поставила это все партия зеленых крестьян получается. Ладно, это тоже история. И это тоже надо знать и помнить. обалдеть. Какие здесь камни, какие здесь деревья. А вот это мне уже жалко. Боже мой, это же столько лет этому дереву. Я надеюсь, его не просто спилили, оно было уже сухое. Ведь это же тоже история. история. Ну, скорее всего, это с этого же дерева. Только не самый камель. Это же такая толщина. обалдеть. Обалдеть. Да. Тут не то, что сидеть, тут спать можно. Матрасик принести и спокойненько. я только вот помню, в детстве тут стоял такой, как сарайчик. Мама говорила, что здесь родился актер. Бертолис Пизич. Что-то так, как-то так. Вот это я знала. Да, искала в интернете, был такой, или даже еще есть, не помню я этого. Ну, здесь оказывается вот такое историческое место. Но дуб старый, толстый. так, что это уже интересненько. Толстый, но не такой, как деревья в Балинове. Здесь почти три моих обхвата, а там вышло пять. Это вообще молоденькие по сравнению с ними. Вот такое местечко появилось. сопротивлению. Ой, пока вспомнишь дословный перевод, как это правильно перевести. В общем, не хотели подчиняться советской власти. Ну, что, имели свое мнение. В прошлом году ремонтировали дорожку. Да, сделано тут, конечно, на совесть. Даже щебенкой засыпали канавки. Ехала даже отбойники стояли здесь, где до города, наверное, километра четыре. Как-то тут, да, постарались. не, ну, вы только посмотрите, как сделана дорога. Канава, отбойники, все по всем правилам. Здесь когда-то в детстве я ждала колхозный автобус, чтобы поехать в школу. был лес. С одной стороны, вот уже леса нету. Ничего себе! Даже покрытие сделали. но вообще красота. Можно будет на Малтону на рыбалку сейчас ехать с комфортом. Иду искать чертов камень. Вот не знаю как кому, но мне эта дорога новая показалась очень узкой. Не обочин, ничего. Просто полотно дороги и канавы. А если в гололед? Или зимой? Я не знаю, там уже... Не знаю, мне страшно по такой дороге было бы ехать. Обычно оставляют какие-то обочины, но здесь нету ничего. Здесь когда-то давно я тут была у этого чертова камня. А потом пару раз пыталась найти, но не получалось. Как-то тут все зашифровано, запрятано. Может быть в этот раз удастся. Пойду искать. Нашла! Оказывается, я в прошлый раз просто не доходила до него. Вот как у меня все было. Я думала, он ближе, а он оказался чуть дальше. Так что, Гена, я нашла его. можешь меня поздравить. Казалось, что вот только поднимаешься и он есть. А он все-таки дальше. Да, натопали тут. Когда я в последний раз была у него, он был реально в зарослах. Теперь ну и зря табличку повесили. Так. Тут еще и стендик есть. Ну и чего тут? Ага, ага. Много чего понаписано. Но большой. Понятно. Понятно. Да, огромный. Помню, что огромный расколовшийся валун. И этот черт, который тут живет, хавает ночами капусту. Ну, что, пусть хавает, голодный, наверное. Это, оказывается, не капуста, а надпись ребенка. Здесь была аустра. И вот она оставила свою игрушечку. Машиночку, ручечку, которая писала, и записочку, что это аустричка здесь была девочка. Послежит, радует других. Закройте хорошенечко, чтобы не промокла. Молодец, аустричка, дошла до сюда. Вот и я добралась. И нашла такой привет от маленькой девочки. огромный валун. Я так думаю, что на сегодня это последнее, что я посмотрела. Поеду домой. Конечно, хотелось бы еще и туда, и туда, но оставим на другой раз. Какой-то лес темный. А то за один раз все оббегаешь, а потом ничего не останется. Планов у меня множество. Гора Каупра. На гору Каупру только с другой стороны, со стороны нашей деревни, я ходила за грибами. Росли там грибочки. Интересно, идешь посреди горы, тропинка, а дальше как хочешь, так и спускайся. Вот это как. Вот надо было здесь какой-то знак поставить, чтобы люди знали, где повернуть. а то я наоборот впереди искала. Покрышка затонула. Вот этот бобровник. Ну все. Сейчас уж к дому. Точно. тären. Продолжение следует...